В четверг на внеочередном заседании Ивановской областной думы депутаты внесли поправки в бюджет региона. Законом предусматривается увеличение на 147 миллионов 355 тысяч рублей бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным образованием. Эти средства пойдут на завершение газификации некоторых поселений. У нас в нескольких муниципальных районах есть домовладения, где люди сами скинулись и оплатили проектно-сметную документацию и экспертизу. И порядка у нас около 300 таких домовладений по всей Ивановской области. Вот мы приняли решение, проконсультировались с депутатами областной думы, что мы в этом году выделим деньги и всем таким семьям газ под ключ. В Рио губернатора сказал, в Рио губернатора сделал. Депутаты решение поддержали. Средства пойдут из резервного фонда правительства Ивановской области. Я с удовлетворением отмечаю, что после принятия сегодня Ивановской областной думы соответствующего закона, все кооперативы, газовые кооперативы, которые были созданы гражданами на их средства, которые подготовили проекты, и те кооперативы, которые проекты подготовили, но еще не провели государственную экспертизу, сегодня по ним работа ведется. Вот по всем кооперативам работы будут профинансированы в полном объеме. То есть Ивановская область ни одному гражданину не будет должна в плане осуществления газификации его домовладений. Еще одно важное решение депутатов – продлить действие льготных ставок для применяющих упрощенную систему налогообложения. На поблажки могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса. Льгота составит 5%, если объектом налогообложения являются доходы минус расходы, и 4%, если только доходы. Продолжен тот механизм поддержки малого и среднего бизнеса, который работает у нас на территории области. То есть все предприниматели в определенных отраслях, а это здравоохранение, это образование, это обрабатывающая промышленность, это общественное питание и ряд других социально значимых, кроме розничной торговли, эти виды деятельности будут продолжать поддержку. Льготы – это серьезное подспорье для предпринимателей. О необходимости продлить действие закона представители бизнес-сообщества высказывались не раз. А еще, как ни странно, такие скидки даже способствуют увеличению налоговых поступлений в бюджет. Сплошная польза. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.